Международные армейские игры в этом году проходят на территории сразу пяти стран. Кроме России задействованы также полигоны в Азербайджане, Белоруссии, Казахстане и Китае. Все дисциплины зрелищные, но особое внимание привлекает, конечно же, танковый биатлон. Мощные и тяжелые боевые машины гоняют по трассам и в пыли и в дыму поражают мишени. Соревнуются сразу 19 стран и большинство на технике российского производства. О том, кто лидирует и что еще можно будет увидеть до конца игр на предстоящей неделе. Андрей Григорьев. Танки грязи не боятся. Над полигоном в перерывах между заездами даже специально расплескивают самолета в воду. Чтобы поднятая гусеницами пыль не мешала зрителям. Танковый биатлон — зрелище громкое и впечатляющее. Огромные, кажущиеся неповоротливыми танки резво ныряют, прыгают, преодолевают препятствия и носятся по песчаным дорожкам, как гоночные автомобили. Правило предполагает, что участвовать могут только машины, которые реально стоят на вооружении страны. Никакого специального апрейда. Вот он, основной боевой российский танк. Т-72Б-3. 125-мм пушка и два пулемета. Главное — поразить из всех этих калибров три мишени на расстоянии от километра до двух. Иначе штрафной круг. Дополнительное время к дистанции. Стреляют боевыми. И все условия к боевым максимально приближены. Трасса даже для танков сложная. Случается, что тяжёлые машины не вписываются в поворот или застревают на крутом подъёме. Но потом всё же выкарабкиваются на огневой рубеж. Судьи посчитали, что попаданий на этих соревнованиях втрое больше, чем на предыдущих. У россиян серьёзные соперники. Точность экипажа при выполнении упражнений в ходе заездов действительно существенно выросла. И практически стопроцентное попадание. Особенно у тех команд, которые выступают уже здесь не первый раз. Большинство команд в этом году уже из 19 стран выступает на технике с маркировкой «Сделано в России». Белорусы российские танки самостоятельно только модернизируют. У Индии собранные по лицензии Т-90. В принципе, слегка изменённая та же модель. Китай привозит свои, но внешне тоже от наших не слишком отличающиеся. Техника по замыслу и должна быть примерно одинаковая. Соревнуются не танки, а танкисты. Если экипаж работает как единое целое, то будет победа. Стараются ускорить всё, вплоть до времени, за которое экипаж спускается в танк. Оно тоже идёт в общий зачёт. В принципе, танк может стрелять и на ходу. Просто когда останавливается, цель поразить быстрее и легче. Около 10 секунд навестить, затыть дыхание и делать выстрел. У российской команды пока вообще ни одного промаха. Нашим танкистам на этих соревнованиях нет равных ни в меткости, ни в скорости. Российский экипаж практически поставил абсолютный рекорд. Прохождение этой трассы, которой до сегодняшнего момента не было, прошёл за 19 минут 10 секунд. Вот он, тот самый экипаж, готовя свою боевую машину к следующим заездам. Впереди полуфиналы и финал. Это как пид-стоп в «Формуле-1», но чуть более длительный. Нужно ведь не только подтянуть гусеницы, но и проверить бронепластины и обязательно почистить стволы. Уникальные кадры. Обычно между стартами к танку никого не подпускают. Наша машина очень хорошая. Как ты его называешь? Я называю «Ластовская». Если мерить вместе с пушкой, «Ласточка» длиной больше 9 метров, бортовая броня до 80 миллиметров, из крупнокалиберного миномёта не пробьёшь. Т-72Б3 — надёжная и безотказная машина, способная одна отражать наступление небольшой армии. Эти состязания только для мужчин. И дело здесь вовсе не в дискриминации по половому принципу. По российскому законодательству, женщинам-военнослужащим запрещено поднимать грузы тяжелее 15 килограммов, а танковый снаряд весит до половины центнера. Танковый биатлон — лишь одна из дисциплин международных армейских игр. Они впервые проходят одновременно сразу в пяти странах. В России, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане и Китае. На земле, в воде и в воздухе. Масштаб грандиозный. Конкурсы практически по всем военным специальностям. Разведка, десант, артиллерия, противовоздушная оборона. 28 государств, 80 самолётов, 650 единиц техники, более 4 тысяч участников. В большинстве видов соревнования в самом разгаре. И везде наши военные в числе лидеров. Всё, ласточка, давай нас не подведи. Приведи нас на первое место. По предварительным результатам российская команда и так сейчас на первом месте. Второе — Китай, третье — Белоруссия, четвёртая — Индия. Но танковые заезды на полигоне Валабина будут идти ещё всю следующую неделю. И только потом окончательно определят победителя.